Здравствуйте. Вопрос по этапам. 14-й и 15-й этап. Хотя бы ориентировочно, если это возможно. Примерная их длительность и когда завершится 15-й этап? Сами этапы разработал я, потому что надо было с нуля сделать фактически целую отрасль. Но инвестиции привлекал не я, а инвестиционные фонды. И этот меня не зависит и независимо. Но вы знаете, что не все инвестиции до нас доходят. Есть рефереральные выплаты, есть отъемы имущества в Литве и так далее, есть потери. И вот за то, что дошло до нас, мы сделали, видите, как много. И в этапах мы не знали, будут ли фосмажоры. Они были и не раз, вы знаете. Та же Литва бросила нас на два года. Но тем не менее, посмотрите, как мы много сделали. Даже вот в этих условиях. И поскольку финансирование было недостаточным на всех этапах, ни один этап не закрывался по плану. Ни один. Просто нельзя было тянуть, ну что, один этап тянуть там 10 лет, что ли? Поэтому все этапы были закрыты с недофинансированием, что вы знали. А многие думают, о, уже там столько-то этапов закрыли, уже столько денег собрали. Да это не так. И во многом это зависит от того, как сработают наши инвестиционные фонды. Понимаете? Это от меня не зависит. Мы работаем с колес. И делаем то, что мы можем делать сегодня, исходя от тех возможностей, которые у нас есть сегодня. Понимаете? Поэтому мы движемся быстро вперед. Скоро будут адресные проекты. Очень скоро. Скоро пойдут крупные инвестиции. Очень скоро. Скоро заработает криптовалюта наша. Хотя это часть другой программы. И очень скоро мы отстроим нормальное, серьезное финансирование. Скоро, я могу так сказать. Дату я назвать не могу. Тогда мы закроем все эти этапы. Ну, понимаете, SkyWay это же не благотворительное общество или фонд. Что мы можем сделать? Если оттуда поступят заказы и будут финансированы, мы будем делать то, что те же струны, дороги строить. А сами мы не можем. У нас нет на это денег, чтобы кому-то помогать. Для Бога, нам бы помогли. К Форду не обращались, например, с Нигерии, не говорили. А чем вы нам можете помочь? Они покупали автомобили. И эти помогали Форду развивать промышленность. И он ее создал, автомобильную промышленность. Буквально меньше, чем через месяц я вообще узнал о существовании этого проекта, о существовании вас. Был удивлен, потому что, ну, как-то в мире капитализма все завязано на деньгах. А тут для людей эффективно, эргономично, дешево, быстро, уникально. Это большая победа не только вас, но и всех тех, кто помогал все это время. И я готов хоть сейчас, с любой секунды, любой минуты, выполнять все ваши указания, состоя из вашей команды. Заявление или резюме могу лично вам дать? Нет, лично спасибо за поддержку, за вот такое отношение. Очень большое спасибо. Нет, лично мне не надо. Я не занимаюсь набором кадров. У нас есть компания, там есть отдел кадров и так далее. И у нас действительно кадровый голод. Нам нужны десятки специальностей. Если по вашей специальности нам нужны специалисты, ну, возможно, вы придете к нам работать. Я не знаю этого. Есть такой сайт jobs.tut.by. Там размещены десятки вакансий о струнной технологии. Зайдите, посмотрите, создайте свое резюме, откликнитесь. Если вы нам подходите, добро пожаловать в наши ряды. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, Анатолий Эдуардович. И мы благодарим Бога, что вас послали на эту землю. Потому что ваша дорога, это не просто небесная дорога. Это защита людей, землян. Это защита экологии. Это защита животных. И я, как представитель международной экологической организации, которая существует в Украине, вам хотела задать вопрос. Транспорт – это прекрасно. А скажите, когда вы будете строить города для людей, тоже экологически чистые, безопасные, в которых люди могут дышать свежим воздухом, пить чистую воду и есть чистые продукты? Спасибо большое. Так, первый шаг в этом был сделан. Вот у меня давно возникла идея линейных городов. И я первый грант Организации Бедных Наций на эту работу получил в 1998 году. А второй грант – в 2002 году. И я помню встречу с заместителем генерального секретаря Организации Бедных Наций Клаус Тофер. Он до этого был министром инфраструктуры Германии, Объединенной Германии. И мы встречались с ним в Мальмео в Швеции, где я привез одну из первых моделей струнного транспорта. И он говорит, у вас хороший проект, хорошая технология. Сейчас идет активная урбанизация. Население городов мира возрастет на где-то 3 миллиарда человек в течение 20-30 лет. И люди пойдут жить в существующие города, в Нью-Йорк, Мехико, Токио, Москву и другие города, где для них нет жилья, нет рабочих мест, для их детей нет школ, нет больниц. Но они туда полезут жить и работать. А куда? А если вот вы покажете и сделаете это, то мы вам продвигать проект. Они не реализуют, они могут только продвигать проект. Для того, чтобы в эти наши линейные города построены совсем другой логики. Пришли жить миллиарды человек. И вот второй шаг серьезный сделан уже в этом году. Как я сказал, мы стали экспертами и партнерами ООН по умным городам. В данном случае, читай, линейные города. Это мы можем туда через ООН провести вот свои взгляды, технологию строительства, принципиально другого типа городов, где земля отдана для жизни. Растениям, цветам, садам, животным, людям. Мы сейчас же с земли, сейчас же без фермы. И надо ходить по траве, а не по асфальту. Не босиком лучше всего. Чтобы дети бегали, не боялись, и родители не боялись, что их задает автомобиль. Потому что транспорт на втором уровне. И он безопасный, экологически чистый. Поэтому в следующем году уже будут серьезные подвижки в этом отношении. И у нас уже появится скоро трибуна, в том числе трибуна ООН для поддержания вот этого направления. Вопрос. Вы планируете построить, ну компания планирует построить тысячи километров, а то и сто тысяч километров, миллионы километров дорог. Понятное дело, что человеческими ресурсами просто человек не сможет это физически сделать. Это должна быть какая-то роботосистема. И на одном из вебинаров проскочила информация, что у вас существует какая-то идея, зарисовка, или уже может какой-то проект имеется, ходячего робота. Что именно у вас сейчас есть, помимо просто идеи? Ну, во-первых, я не согласен с вами, что только роботы могут строить. Когда Генри Форда спросили как-то, вот его мечта какая? Он говорит, хочу, чтобы зерной шара поясали автомобильные дороги. И постоянно 36 миллионов километров дорог. Но я что-то не видел там роботов. Но это за сотни лет. Нет, подождите, а на итоге что за год? Вы что, когда автомобиль появился, а в 50-х годах в Москве по Красной площади еще телеги ездили с лошадьми. Замещение будет идти десятки лет, тут не надо иллюзий. Я инженер, я понимаю, что нельзя мгновенно это сделать. Поэтому роботизация будет, безусловно. И автоматизация будет, безусловно. И первые, не то что наметки, уже серьезные проработки, вы можете найти в той же монографии, о которой я говорил. Где есть даже иллюстрации, когда робот-завод, как шагающая машина, идет, переступая через реки, проходя болото, у него длинное, и после себя вставляет готовую дорогу. Такой проект есть, и он есть в монографии. Но мы не можем создавать этот робот сегодня. Чтобы создать, надо минимум 100 миллионов долларов. Ну, создадим робот, вот это ничего не будем делать, кому он нужен. И что он будет строить. Это понятно. Поэтому сейчас мы не можем ничего продемонстрировать. Но потом продемонстрируем, поверьте. И эти технологии уже и дальше продвинулись. У нас уже есть дрон. Это робот. А для чего дрон? Думаете, так просто появился, что ли? А как в горах строить? Как туда опоры завести? А как, допустим, стуну через реку перетянуть? И не только для этого. Военный вертолет. Летчик застрахован на 5 миллионов долларов. Второй летчик тоже на 5 миллионов долларов. Для того, чтобы обучить летчика, надо 5 миллионов долларов. Еще страховка. Потом сбили самолет с летчиками. Или вертолет. Смотрите, какие потери, да? А это железяка сбили, так это. Потому что он робот. Поэтому роботы мы делаем не только то, что чисто касается Skyway. Ну, и все сопутствующие технологии, отрасли, мы тоже там работаем. Добрый день. Я с Екатеринбурга, с Урала. Я вот хотел узнать, когда начнется производство уже в промышленных масштабах мотор-колес, которые разработали? Мотор-колесо, как самостатный продукт, он имеет очень маленький рынок, на самом деле. У нас нет цели делать мотор-колеса. У нас цель делать мотор-колеса для Skyway. Понимаете? И мы эту потребность закрываем. А сейчас начнавать моторы, которые никто не купит, ну какой смысл? Мы можем быстро развернуть производство, производить их тысячами, десятками, это не проблема. И, кстати, у нас есть потенциальный заказчик на крупную партию мотор-колес для автомобилей, а не дисковые. И тоже оттуда, с того региона, из Тюмени, где я, кстати, учился, и в Тюменском институте. Ему нужна несколько десятков тысяч моторов. У нас есть люди из Филиппинез, которые собрали 31 инженеры, которые хотят, чтобы участвовать с вами, и также поставить какие-то инвестиции. Ну, я говорил уже о закрытии этапов, скоро, дату не могу назвать, я сказал, почему. По поводу того, что инженеры из Филиппин будут продвигать проект, ну это как примерно, вот есть Боинг, они делают самолет, инженеры из Филиппин, допустим, продвинут разработку, развитие самолетов Боинга. Ну, это, естественно, так не может быть. Мы, только мы можем продвигать проект, потому что у нас есть кадры, обученные инженерные кадры, которые знают, что такое, как его развивать. Как изготавливать и как это в адресных проектах реализовывать. Поэтому такая помощь не нужна, но если там есть хорошие инженеры, то они могут работать в нашей компании. Ради бога, мы открыты для специалистов из любой страны. Я из Петербурга, с интересом, значит, наблюдаю за вашим проектом еще с тех пор, как у вас был полигон в озерах. Грузовик откуда стоит здесь сейчас на входе. Мне именно этот вариант струнного транспорта, поставленные машины на струны, у вас еще в книге «100 вопросов, 100 ответов» есть автобус на струнах, казался наиболее интересным и перспективным. Именно, например, для нашего города Петербурга, где бы он идеально подошел. Вы, вижу, от этого проекта отказались. Наверное, есть серьезные причины, по которым вы отказались от того, чтобы реальные машины, грузовики, автобусы ставить на струны. Что уже не надо строить модули и сертифицировать что-то. Вот есть автобус, поставил на струны и пустил. Понятно, понятно. Всегда, когда возникают новые отрасли, то то, о чем мы сказали, традиционно возникает. А зачем мы вагоны будем делать? Давайте в виде дирижанца сделаем. Были вагоны в виде дирижанцев. Потом автомобили. Давайте тоже автомобили в виде дирижанца. Ну, понимаете, все-таки телега и транспорт общественный, ну, это все-таки не совсем то, да? Так вот, то же самое. Не надо тянуть из старых отраслей то, что там есть. Ну, не надо паровой котел тянуть, допустим, в самолет. И стальные колесные пары для самолета, чтобы по рельсам он взлетал, да? Наверное, там нужны свои стандарты. И поэтому вот это то, о чем вы сказали. Решения не оптимальны. Они нужны были не для того, чтобы показать, какая классная машина ЗИЛ. ЗИЛ плохая очень машина. Она расходит много топлива, она тяжелая. Она ненадежная, она ломается постоянно. Зачем это все, да? То же самое и автобусы. Они не наши модули. Они абсолютно в другой логике построены. Представляете, едет в небос, и там выхлопная труба, и дымок с автобуса на стальных колесах. Поэтому это какой-то этап, ну, еще можно было бы, но он прошел этот этап. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы можем быстро все организовать, у нас есть такие возможности и ресурсы. Просто часто одно просто желание иметь проект, это одно. А потом оказывается, что там нет ни денег, нет ни возможности и так далее. И поэтому там, где хотят реализовать проект, это значит, что мы должны бросаться сейчас в любую страну. Ой, нам нужно. Так нужно всем. Поэтому если есть готовность заказать и финансировать проект, мы готовы его, будем реализовать. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Это была конференция вопросов и ответов. Я вас люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»